Конституционные ценности – основа развития государства и общества. В преддверии Дня Конституции в Уральске прошел круглый стол на эту тему. В обсуждении основных принципов укрепления государства и его развития приняли участие межелесмен Марат Башимов, ученые и представители общественности. Открывая торжественную встречу, заместитель Акима области Бахаджан Нарымбетов поздравил всех собравшихся с наступающим Днем Конституции. Он отметил огромную роль основного закона страны в укреплении межнационального и общественного согласия. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам прошлого года продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны. Мы, руководствуясь принципами верховенства закона и равных возможностей, для всех приступили к выполнению очень ответственной и достойной задачи по построению справедливого Казахстана. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформы. В рамках круглого стола были рассмотрены основные итоги и дальнейшие перспективы развития общества, исторические аспекты защиты прав и свобод человека и гражданина в нашей стране. Можелесмен Марат Башимов считает, что основными должны быть принципы, работающие для общества. Возьмите простую конституционную норму о том, что народ не только источник власти, но он источник владения земли. Отсюда понимание того, что он владелец тех богатств, природных ресурсов. Отсюда понимание того, что нужно принимать законы, которые что делают? Защищают его интересы, национальные интересы. И принятие законов о взрывате активов, о сжиженном газе. Всё-всё-всё многое, социальный блок. Поэтому в конституционных реформах изменение конституционного внесения к конституционным судеям, которые защищают права граждан, уполномоченно по правам человека, создание таких выборной системы, при котором на ряду с партией мы одномандатники. Законодательство стало более профессиональным и качественным, считают выступавшие за круглым столом. Ведь не зря оно совершенствовалось веками. Мы можем говорить о законах Касымхана, Исимхана, Талхихана. Конечно же, отдельным периодом у нас находится автономия ЛАШ с её прогрессивной демократической политической программой. Нельзя исключать и период советского развития. А в конце 20 века, став независимым государством, на сегодня Республика Казахстан находится в динамичном развитии. И, конечно же, гарантией всестороннего развития любой страны является Конституция. Поэтому мы должны, конечно, уважать свою Конституцию. И каждый гражданин нашей республики должен вносить свою достойную лепту в наше конституционное развитие, в целом развитие нашей государственности. Как известно, по поручению главы государства с 2020 года в правоохранительной и судебной системах внедряются реформы. Реализуется трёхзвенная модель уголовного процесса, сообщили за круглым столом. Согласно нововведениям, с начала года прокурорами составляются обвинительные акты по всем особо тяжким уголовным делам. В следующем году это будет сделано уже по всем коррупционным преступлениям. Данная функция не будет допускать необоснованного привлечения граждан к уголовному преследованию. Благодаря такому эффективному надзору в этом году уже было предотвращено привлечения к уголовной ответственности более ста лиц путём отказа в согласовании незаконных решений областной прокуратуры. Были озвучены конструктивные предложения для того, чтобы каждая строка Конституции способствовала прогрессу и движению вперёд. Мы предлагаем, чтобы в законе о местном самоуправлении была деятельна глава правового акта местного самоуправления, чтобы к ним тоже применялся порядок, который есть в законе о правовых актах, чтобы они проходили свою правовую экспертизу, регистрацию в органах юстиции, чтобы у них был статус и силы решения. То говорят, вот знаете, проголосовали на собрании, а какая у него юридическая сила? А вот не исполняя это решение, что нам дальше делать? Пожалуйста. Тем более, что за это время очень удачно мы приняли административный процедурно-процессуальный кодекс. В целом, вот в этом правовом поле нам можно двигаться. Этот день – один из самых важных государственных праздников. Сошлись во мнение всесобравшиеся, так как он отражает волю народа, его стремление к утверждению страны в качестве демократического и сильного государства. В завершении встречи ряду работников разных сфер, а также правоохранительных органов, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова